Вот, ну, из двух словах можно узнать историю площадки? Откуда? Чего? Зачем? Давайте. Меня зовут Сергей. Я являюсь членом хэкспейса нашего нейрон. Значит, что могу про него сказать? Фактически начинался хэкспейс-хак коворкинг, где бы сидели люди, связанные с IT-железом и всем остальным прочим. Вот. Но постепенно это переросло сейчас уже в такую коммуну, которая, в принципе, занимается тем же самым. Вот. Но мы уже как бы целенаправленно выбираем для себя мероприятия, выбираем для себя новых членов, которые бы хорошо вписались в наш коллективчик. У нас несколько компаний, которые занимаются все своими делами. Кто-то разрабатывает железо, кто-то компьютерной безопасностью занимается, кто-то там принтерами, кто-то дизайном, связанным с железом. Вот. И мы всегда рады видеть у себя людей, которые каким-то образом будут в нашей теме хватиться. Вот. То есть, грубо говоря, так, что если к нам придут сетевые маркетологи, то мы скажем, ребят, извините, нет. Вот. А если к нам придут какие-нибудь, не знаю, веб-программисты, к примеру, то всегда добро пожаловать. Вот. Значит, началось это все с трех людей. Одного я, к сожалению, из них не знаю. Это было уже давно. Саша Черемис один и вторая Алиса Шевченко. Саша Черемис сейчас по-прежнему с нами. Он сидит в одной из комнат. Они занимаются базовым GSM-станциям. У них там свой стартапчик. Сейчас они уже почти полностью переехали в Бостон. Еще вторая девушка у Алисы Шевченко. Она, как бы, уже давно достаточно отделилась. И сейчас по-прежнему занимается цифровым оружием, компьютерной безопасностью. В общем, серьезные ребята такие. Антихакеры. Вот. Ниот продолжает жить своей жизнью. Мы, как бы, стараемся посильно помогать различным стартапам, которые вызывают у нас какой-то эмоциональный открыт. Вот с нами здесь, вот, за этой стенкой сидит Кубик Роботикс, которые сейчас тоже почти полностью уже переместились в Паула Вальта. Да, собрали 100 тысяч на Кикстартере. Нет, на Indiegogo. Собственно, вот, как-то так живем. Как бы, приглашаем к себе различных спикеров. Ну, сейчас уже реже, потому что, в основном, раньше было так, что занимались активно мероприятиями. Там, Кирилл Митник приезжал. Еще там какие-то ребята из мира совсем таких как-то. Я их не знаю, к сожалению. Вот. А сейчас уже у всех получилось так, что у всех свое уже конкретное дело, что все занимаются своим бизнесом. Ну, вот, мы между собой здесь очень плотно общаемся. Вот мероприятия мы сами лично уже не устраиваем, поэтому, как бы, всегда рады видеть фестивали подобные ваши. Вот. По биткоину. Почему вы такие играете? Почему нет? Как пришли, как пришли, как? Откуда идея пошла? Да, не было идеи, мы же Хакспейс. Мы принимаем там все. Яндекс, деньги, киви, наличку. А закон не нарушаете? Какой закон, простите? Ну, я мало, ему вышел. Нет, нету закона. Принимаем, но, по-моему, пару раз там кто-то платил. Ну, это за год с лишним уже. Не пользуются популярностью, потому что все, как бы, как сейчас копят биткоины, потому что, ну, там, кто растет, кто падает, и, в общем, народ старается их не особо тратить. Чем самым повышая его стоимость? Вот, решили, просто сели и сделали все. Но они как, вы их тоже накапливаете, или вы их конвертируете для своих... Нет, они лежат на хэшлифте, мы в него еще не залезали, потому что там не такая большая сумма. Лежат в хэшлифте, никому не мешают. Нет, там вопрос, ну, к вам не приходили органы всякие, не интересовались? Нет. Ну, потому что были случаи, насколько мне известно, что люди, которые размещают на своих сайтах, что мы принимаем биткоин, то ими начинают интересоваться. Возможно, что это такое может быть, но иметь в виду, что мы не коммерческая организация, если у нас здесь вот на том, что вот здесь мы сидим, мы никаким образом не зарабатываем. У нас вот коммуна, собственно, случается, что мы вот несколько компаний сели, договорились друг с другом, давайте вот с ними вот это помещение. Вот мы сняли, сейчас здесь сидим. То есть, приходят к нам люди, новые, там, те, кто не изначально с нами, вот, то у нас есть фиксированные как бы ставки, там, вот, если хотите, свой стол, который может закламлять, такой доступ ко всем оборудованию, 10 тысяч рублей в месяц, вот, он, собственно, проект практически полностью покрывает аренду, собственно, вот конкретно вот этой площади, которая занимает этот стол. Вот, мы с ним в центре, здесь не дешевая аренда, вот, и вот сейчас я, к сожалению, не знаю, последние пару месяцев, но мы выходим, только недавно начали в ноль выходить. Вот, как бы, учитывая, если по количеству столов считать, люди, чтобы скидывались и полностью аренду помещения покрывали. Вот, то есть, грубо говоря, просто компания друзей, которая сидит здесь и занимается своими делами. Вот, никаких проблем у нас не было ни с тем, что мы типа НКО, потому что, когда-то, как списка начинался, он, по-моему, был НКО, потом отказались, вот, то, что мы принимаем биткоины, у нас фактически нету юридического лица, вот, поэтому, как бы, предприятие биткоинов, это просто пересылка ценового кошелька на другой кошелек, то есть, мы и с ним... Поплатный, другую ли это, сказать? Что? Поплатный, другую ли это, сказать? Ааа, мы с ними и так очень плотно общаемся, и, как бы, сами нет. Угу. Мы очень принимаем участие в разных, там, хакатонах тоже, и по роботам, и по всяким взломам, и всем таком, вот. Ну, я от этого немножко остроен, я сам промышленным дизайном занимаюсь, вот, и поэтому, как-то, я не совсем айтишник. Битвы роботов устраиваете в середине? Да, бывает, здесь есть Константин Костюк, он, так, президент спортивной ассоциации роботов, вот, и он, как бы, приводит, тоже людей, тоже устраивает, они есть мероприятия, но они в основном занимаются тем, что там собирают что-нибудь, программируют, вот, а потом уезжают куда-нибудь, там, в крокус, и там, мочатся. Вот, как-то так. Собственно, если, да, если они там присоединиться, у нас 500 рублей разовое посещение, это просто прийти, посидейтесь в день, или 3 тысячи рублей в месяц, это прийти, занять любой свободный стол, либо 10 тысяч рублей, это ваш фиксированный стол. Вот, как так, а, значит, из оборудования павельная станция, куча всяких инструментов, из-за стенки лаборатория трехмерной печати, наши большие друзья, у которых есть 3D-принтеры, лазерные резаки, фрезы всякие, куча-куча всякого оборудования, то есть, что-нибудь собрать там, руками из чего-нибудь, это не проблема. А время работы? Два суточного. А, то есть, мы не закрываем? Нет, ну, как бы, если ты являешься членом, то есть, вот, по 10 тысяч рублей в месяц, ты здесь можешь находиться вообще всегда. Ну, единственное, что мы не приветствуем, чтобы здесь кто-то жил. Вот, блин! А так, да. Ну, а если ты не являешься членом, то, главное, чтобы здесь был кто-то тысяч членов. То есть, пока здесь кто-то есть 5 об 1, то здесь можно находиться, кстати, по-канду не собираться, не собираться уйти. То есть, очень быстрый интернет, на некотором отдалине метров 100-200, куча кафешек, там покровка. В общем, здесь очень приятные соседи, там внизу сидит Impact Hub, занимают, они такие социальные стартаперы. Куча разных. Как называется? Impact Hub. Ну, это сеть таких социальных Hub, как они себя называют, где народ сидит и придумывает разные плюшки для разных социальных слайд. Вот. Школа танго, там типография этажом ниже. В общем, нос здесь все есть. Здесь очень клево. Как зовут тебя? Сергей. Ну, конечно, все показал. Если что, в принципе, могу сейчас на что-нибудь ответить или я сижу там в следующей большой комнате. Да, мы еще подойдем еще, да. Очень спасибо. Спасибо.